Добрый день дорогие друзья, с вами канал Борис Энимал и сегодня мы почитаем с вами рассказ простая история. Итак, поехали! В очень маленьком городе на юге России живет пес по кличке Пломбир. Своим домом он считает заброшенное здание бывшей школы. Конечно, ему не хватает по-настоящему домашнего тепла и кажется, что он должен сильно грустить по этому поводу. Но это сильный духом пес. Его жизнерадостность просто зашкаливает. Все, кто его встречал хотя бы раз в своей жизни, сами становятся чуточку счастливее. Его имя имеет совершенно обычное объяснение. Это такая простая история из жизни одинокой собаки и одинокого человека. Неподалеку от той самой заброшенной школы есть ларек по продаже мороженого, в котором работает мороженщик Валентин. Вот он-то и прозвал пса Пломбиром. Мороженщик утверждает, что хорошо понимает собачий язык. И когда пес был еще совсем маленьким щенком, он постоянно приходил к его ларьку и просил стаканчик Пломбира. Валентин знал, что такое одиночество и отсутствие настоящего дома, поскольку сам является одиноким и бездомным человеком. Конечно же, увидев родственную душу, мороженщик не смог отказать щенку и с тех пор ежедневно угощает пса стаканчиком Пломбира. Дружба мороженщика Валентина и пса основана на схожести судеб и интересов обоих. Иногда они проводят ночи в парке в попытке пересчитать все звезды на небе. Бывает, что просто сидят на лавке и рассказывают друг другу истории. Временами Валентин ночует у Пломбира в заброшенной школе. И в эти моменты они представляют, что это их настоящий загородный дом. И где-то на втором этаже спят их многочисленные члены семьи. Валентин дал обещание Пломбиру, что когда-нибудь обязательно выиграет в лотерею большой и красивый домик, в котором найдется место и псу. Пломбир же попросил мороженщика, чтобы возле домика обязательно был ларек с бесплатным мороженым для всех местных детей. С этого момента каждую ночь Валентин видит во сне свой выигрыш и воплощение мечты в виде домика и ларька с бесплатным мороженым. Пес же чаще всего видит сон, где он сидит рядом с огромной горой из Пломбира и сладкий аромат мороженого окутывает всю округлу в радиусе нескольких километров. Как же хочется верить, что у Пломбира и Валентина все будет как по сценарию. И домик, и ларек, и большая семья. Любая мечта сбывается, надо верить и бороться за нее. Спасибо, что послушали рассказ, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, переходите по ссылкам в описании канала. До скорых встреч, впереди еще у нас много интересного.